Друзья мои, привет! С вами снова команда Full Throttle со своим магазином на диване. Солнышко начало припекать, а это значит, что пришло время не только шашландосов, но и активного мотоспорта. Кросса, эндуро, кто-то на квадриках выезжает. И к нам аккурат, под солнышко, приехали кроссовые мото-костюмы, технологичные, надо сказать, штуки, про которые Денис Васильевич, наш модуль-эксперт, укоротитель женщин и любитель мотоциклов, сегодня расскажет. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я вам расскажу сегодня про комплекты кроссовой формы, которые называются Mad Bull. На Озоне это все ищется по маске Mad Bull Moto Jersey. Как ни странно, там нет такой позиции, как костюм. Они все попали у нас в джерси. Но при этом это будет комплект из двух предметов, джерси и штаны. Давайте сначала про джерси, оно на мне надето, я расскажу про него. У него очень такая хорошая тянущаяся ткань, крепкий принт, который не выгорает на солнышке, который при стирке не отстирывается. Вот он как был черно-желтым или там черно-оранжевым, он так и останется черно-оранжевым. Стирать его можно в стиральной машине, не обязательно делать там руками квалифицированными. Значит, ткань тянется. На подмышках и боковинах использована хорошо продуваемая сетка, чтобы не преть. Широкий ворот сделан, чтобы он надевался поверх защиты шеи лиатовской. И ворот сделан не V-образный, а вот с такой вот поперечной планочкой. То же самое, чтобы вот поверх защиты шеи это все надевалось, не треща, не разрываясь и без треска ниток. Перед и зад у джерси нижний скроен таким вот полукругом, чтобы он сбоку был чуть покороче, а сзади спереди подлиннее. Это сделано для того, чтобы джерси можно было заправить в штаны, застегнуть штаны, и чтобы в дороге оно не вылезало. По заправлению в штаны. Кроссмены всегда заправляют джерси в штаны. Если на кроссовой трассе вы едете на выпуск, то на вас смотрят как на лоха. Но при этом квадроциклисты, снегоходчики и эндуристы очень часто джерси надевают поверх, не заправляя. Ну, я не знаю. И как бы квадроциклисты и эндуристы на это как на лошизм не смотрят. Видимо, от дисциплины зависит мода, а не только от покроя. Но если вы вздумали ездить по кроссовой трассе с кроссменами, то джерси заправляете. Как раз для этого на штанах изнутри есть такой силиконовый принт, который удерживает джерси от выползания из штанов. Вот это такая прям не скользкая такая даже липкая немножко полосочка ткани. Она удерживает джерси, чтобы оно сзади не выбивалось. Что еще можно про джерси сказать, прежде чем мы к штанам перейдем? Что вот здесь вот есть еще более эластичная такая крепкая ткань на манжетах, не растягивающаяся. И, да, пожалуй, и все. Еще четыре цвета. Черный с желтым, таким лимонно-желтым сигнальным, черный с оранжевым, черный с красным и черный с синим. И вот здесь вот у нас на столе лежат еще перчатки. Перчатки, к сожалению, пока в дороге приедут, наверное, недельки через 3-4. Но они будут как раз в цвет к этим костюмам. И если вы прям хотите, чтобы все было совсем по-фирменному, то к этому костюму чуть позже можно будет взять перчаточки в цвет. Перчатки обычные, кроссовые, никаких супер-мега-усилителей нет. Но все-таки вот сюда вот на костяшке пальцев поставили защитную вставочку из мягкой резины, чтобы не так больно было получать по пальцам вот сюда вот по костяшкам камнями, от тех, кто более быстрый, чем вы, едут впереди. И чтобы при падениях меньше сбивались костяшки, потому что очень неприятно. Здесь из-за того, что кожа сильно натягивается, очень долго зарастает все. Теперь переходим к штанам. Вот так вот выглядят джерси, которые в цвет к штанам. По понтону абсолютно одинаковые краски. Если надевать верх с низом, то вы будете прям такой кросс-аучек от слова кросс в костюме, который match, perfect match, идеальная спичка. Значит, по штанам застегиваются на молнию, не очень длинную, но тем не менее молния, чтобы удобнее было снимать, и на трещотку, которая регулирует объем пояса. Трещотка сама по себе не расстегивается, нужно обязательно сжать с двух сторон усики, тогда она расстегнется. В тех местах, где обычно нога крепится к туловищу, и где бывают складки, которые часто потеют, использована эластичная ткань с перфорацией, чтобы там все продувалось. Сзади очень интересно сделана задняя сторона штанов. Тут использованы тройные швы, то есть прям такие усиленные троевые швы с проклейкой. Дело в том, что когда вы ездите по каким-то грязным трясам, то песок, который остается, ну, песок с глиной, который остается на сидении мотоцикла, ты по ним елозишь вперед-назад, там в поворотах вправо-влево, и от этого протираются нитки, и штаны расползаются. Здесь, чтобы такого избежать, эти швы были проклеены, и просто так там протереть песочком эти штаны не получится, штаны прям были усилены-усилены. Под поясом есть эластичная вставка, чтобы когда вы нагибаетесь, штаны вниз не сползали. Внутри у штанов стоит до, прям буквально вот досюда подкладка. Нет, вообще она целиком прям до низу и снизу пришитая. Подкладка сетчатая, чтобы штаны не прилипали к туловищу, она такая сетчатая, объемная подкладочка, и чтобы лучше вентилировались. Внутри установлены вот такие мягкие защиты бедра справа-слева, немножко перепутанные право-слева. Вот так вот они должны быть, таким вот бананом вперед заворачиваться. Если вам они мешают или кажется, что вот с ними плохо, то вы можете их всегда просто отстегнуть от липучки, ездить без них. Если вы занимаетесь эндуро в горах каких-нибудь, где много камней, где много щебенки, то, конечно, вот таких вот защитных вставочек вам будет маловато. Это рекомендуется ездить в бронешортах, у которых на бедре сбоку пластиковые накладки, потому что вот упасть в мягкий чернозем – это нормальная тема. Можно как бы вообще без защиты бедра, а вот падать на камнях лучше все-таки в бронетрусах. Бронетрусы под штаны, если будете надевать, то идите мерить штаны вместе с бронетрусами, чтобы не промахнуться с размером, потому что размерчик они могут добавить, и в результате будет тесно, некомфортно и неуютно. Теперь мы переходим к коленям. На штанах есть вот такие резиновые воздухозаборники, под ними есть дырочки перфорации, для того, чтобы на ходу вам сюда задувал воздух и циркулировал у вас там, обдувал, чтобы вы не потели. Здесь точно такая же над коленом эластичная зона, чтобы, когда вы сгибаете ногу, у вас не тянуло нигде, чтобы все сгибалось и чтобы все у вас было комфортно. Внутренняя сторона закрыта кожей. Вот мне тут прилетела зажигалка. Здесь разные производители ставят разный материал. Мэтбулл решил сделать все по уму и поставить прямо натуральную кожу, которая не горит, не воняет и пахнет сжженными улитками. То есть это никакой не полиэстер, который там при первом же прислонении к выхлопу проплавится, еще и вплавится к вам в ногу. Это прямо натуральная кожа, которая хорошо держит тепло, а выхлоп не плавится. А с задней стороны ноги, там, где невозможно ни к чему не прислониться, не притереться, стоит точно такая же продуваемая сеточка, которая позволяет тому воздуху, который вошел здесь через воздухозаборник, выйти и сделать так, чтобы вам было прохладно и приятно. Размерная сетка мужская, женских штанов пока нет. Минимальный размер С, максимальный ХХЛ, 2Х. Соответственно, таблица размеров на озоне существует. Если зайти, то там будут рекомендации и по обхвату талии, и по длине внутреннего шва, и как это все переводится в буквы и в цифры, в которые там 30, 32, 34, вот в эти, в дюймовые. Хочу сказать, что мы с Денисом довольно плотного телосложения мужчины влезли в размер М, это значит, что... Нет, я в С-очке. Да, серьезно? Да, это... Ну, я же без черепахи, без черепахи С-ка налезает. Да. Плюс она немного тянется. С черепахой, если ездить, то, наверное, это было бы уже там твердое Л. Л или Х. Да. И еще хочу сказать, в чем кайф джерси. Кайф джерси в том, что оно сделано из скользкого полиэстера, к нему не прилипает грязь. То есть, если вы ездите просто в черепахе, там, панцирем наружу, то его очень тяжело будет отстирать. А тут вам придется стирать только вот эту вот легкую джерсюху, а панцирь у вас останется чистым. То есть, и дольше проживет из-за этого. Все-таки стоимость там хорошей защиты тела и стоимость джерси – это такие несоразмерные понятия. Стоимость такого комплекта штаны плюс джерси получается на данный момент 6900 рублей. Так что совершенно свежий продукт, только-только пришел, с запахом свободы прям практически. Про перчатки – просто подпишитесь на обновление в Озоне на магазин, поставьте там сердечко именно самому магазину. Тогда вам будут показываться чаще новинки из этого магазина, и вы не пропустите приход великолепных вот таких вот оффроудных перчаток, в которых можно и на кросс, и на эндуро, и на квадроцикле, и на… Ну, на воднике нет, там все-таки неопрен нужен. Хотя в воде они тоже не размикают, потому что здесь нет натуральных материалов, тут искусственная замша, она при намокании не увеличивается в размерах, они также плотно сидят на руке, когда мокрые тоже. Ну что ж, на сегодня магазин на диване Full Throttle заканчивает свою работу. Спасибо, что были с нами. Вы классные, мы классные, но немного усталые, но мы отдохнем. Пока!